ТОП 10 самых надёжных автомобилей Британской страховой компанией Warranty Direct было проведено исследование на предмет выявления наиболее безотказных авто на рынке, выпускавшихся с 1997 года. На основе полученных данных был составлен ТОП 10 самых надёжных автомобилей Honda Jazz. Рейтинг самых надёжных автомобилей открывает первое поколение Honda Fit, известного в Британии под названием Jazz. С момента дебюта в 2001 году автомобиль мгновенно стал хитом, вырвавшись в 2002 году в лидеры продаж, обогнав даже Toyota Corolla. Кроме простоты в эксплуатации, этот хэтчбэк запомнился ещё и выдающимся уровнем безопасности, превосходившим на тот момент автомобили конкурентов. Toyota Yaris, известный как Toyota Vitz на других рынках. Этот трёх- и пятидверный компактный хэтчбэк также быстро набрал популярность. На 2010 год модели первого и второго поколения продались общим числом в 3,5 миллиона автомобилей в более 70 странах мира. Известны случаи, когда обладатели этих авто наматывали от 200 тысяч до 400 тысяч километров пробега, без каких-либо серьёзных проблем. Mercedes-Benz E-класс – первый представитель класса люкс в данной статистике. Немецкий седан заработал себе репутацию надёжного выбора для состоятельных автолюбителей. В год всего одному автомобилю из десяти требуется внимание механика. Другие плюсы этой машины – огромное количество различных комплектаций и наивысший уровень безопасности. Mazda MX-5 – последнее поколение популярного спортивного родстера, отличающегося помимо стиля и надёжности, отличной сборкой и управляемостью. Авто собрало вокруг себя настоящую армию поклонников. Качественный и неприхотливый автомобиль, доставляющий огромное удовольствие от езды. За такие деньги нечасто встретишь. Volvo S40 – компактный седан с люксовым оттенком из Швеции. Правда, автомобиль получился не без недостатков. Но о его высокой надёжности никто не спорит. Она стала чуть ли не самым сильным его преимуществом. Наравне с богатым набором комплектаций, ценой и комфортным салоном. Honda HR-V – мини-кроссовер, совместивший в себе такие достоинства внедорожников, как просторный багажник, повышенная обзорность и проходимость, с качественно компактного авто, манёвренность, мобильность и экономичность. Toyota Aiga – собираемый в Чехии, эксклюзивный для европейского рынка ситикар. Несмотря на высокую надёжность и манёвренность, автомобиль имеет не самый низкий на рынке ценник и не лучшие показатели безопасности. Его безотказность не вызывает сомнений, но его главный соперник Volkswagen A пользуется куда большей популярностью в Европе. Suzuki Alta – один из самых дешёвых автомобилей в классе Super Mini, лёгкий в управлении и максимально экономичный. От проблем в эксплуатации и опустошении кошелька владельца спасает качественная сборка, отсутствие высокотехнологичного оснащения и простая механика. Минусы – не самый презентабельный внешний вид, невысокие результаты краш-тестов, не всегда практичен. Но кого они вообще волнуют, если речь идёт о Сузуке? Opel Agila – ребеджинговая версия Suzuki Wagon R+, с другим движком, практичный и достаточно мощный для класса стикаров. Этот автомобиль считается отличным выбором в Европе, простой в уходе и достаточно безопасный. Он хоть и не обошёлся без некоторых минусов, как, например, высокая стоимость некоторых опций и неинтересный салон, но заслужил себе достаточно хорошую репутацию. Mitsubishi Lancer – самый надёжный автомобиль в нашем списке. Доступный, практичный, просторный, неприхотливый и безопасный.